Доброе утро, друзья! Сегодня у нас понедельник, 15 ноября. Туман такой сильный, но был еще сильней. Включил видео только что, надо было пораньше. Ну ладно, еще успею вам показать, какой город в тумане. Непривычно как-то, сегодня минус четыре. Рано утром было вообще пять с половиной мороза. Сначала мороз был, тумана не было, потом где-то в шестом часу, наверное, в районе, да, где-то полшестого, начал туман образовываться, довольно-таки сильный на рассвете. А как расцвело, такой густой туманище! Это первое мое видео на другой машине. Вот испытываю. Сейчас поставил по центру лобового, закрепил. Да, в такой туман надо смотреть и смотреть. Но хотя уже, да, уже меньше туман становится. Что там? Никого. Никого. Вы знаете, еще такой синдром, как вот приходят с войны люди, прошедшие войну. Ну, я имею в виду после аварии. Ну, как-то не по себе. Вот сразу ко всему присматриваешься, прислушиваешься, приглядываешься, где бы, как бы, откуда кто-то не вылетел. Ну, не знаю, это точно, наверное, еще тот шок. Это представляете? Ну, в принципе, не так уж и много прошло. Там сколько? Там полторы недели. Когда я там, по-моему, пятого попал. Да, десять дней прошло. Все, никак отойти не могу. Вроде все нормально, сажусь, поехал. Как выезжаю на дорогу? Все, начинаю приглядываться. Кто бы, где бы откуда-то не вылетел. Это, ну да, есть такое дело. Вот такой у нас туман. Надо было мне раньше включить, ладно. Я там немножко занят был. Похолодало, похолодало. Ну что, дело в зиме идет. Ничего не поделаешь. Сейчас я проеду на Дамбья. Там несколько ребят, ну, как ребят, моих лет плюс-минус там служили. Ну, понимаете, друзья, там сейчас стоит воинская часть, действующая латвийской армии. И так, что пешком я вам там никак не могу пройти близко. Потому что с камерой, тем более, меня могут, как говорится, заарестовать за это дело. Ну, рядышком я проеду. Да, я там проходил, но не в том месте, а именно рядышком, где школа прапорщика. Вот видите, вот такие вот детки вылезают. Да, как долго держится туман-то, а? Пять минут одиннадцатого, а все равно туман какой сильный. Я даже заеду туда во двор, где сейчас там суд и так далее. Там всякие документы делают. Вот этот докторат Станкус. Ну, вот смотрите, друзья. Вот прямо, ну, тут тумане увидите, вы не увидите. Там вот сейчас воинская часть. Сейчас я объеду эту всю стоянку. И вот здесь я развернусь. Вот когда покупаешь там дом или квартиру, мы здесь сделали документы. Тут всякие юристы, нотариусы, тут кого-то только нету. Думаю, я с грамотом. Ну, домашние эти книги. Домовые книги. Ну, вот смотрите. Дальше я не поеду. Вот прямо вспоминайте. Это воинская часть, не эта воинская часть. Но это действующее. Здесь охраняется все, видите? Это я по улице дам ей. Вон она. Прямо по курсу. Сейчас я на нее выйду. Вот покажу я вам еще прямо. Вот посмотрите. Вот за докторатцем здание. Никому не мешаю. Тоже вспоминайте, кто здесь служил. Узнавайте и пишите комментарии. Узнали вы это? Вот прямо по курсу тоже. Что здесь было. Вот сейчас проеду по этой улице. Вот я вот так сейчас направлю. Видите, охраняется. Даже колючая проволока здесь стоит. Я тут буду разворачиваться. Пускай меня объезжают. Ну вот, друзья, как-то так. Я говорю, все, что мог показать, кто здесь служил. Иначе никак я тут ничего не покажу. Сейчас проеду вот по этой улице. По грунтовке. Вспоминайте служивые. Вот это здание, скорее всего, стояло вот по левому борту, по левому курсу. Пишите комментарии. Там консервный завод. И все это вокруг этого консервного завода все это крутится. Все эти воинские части здесь стояли. Ой, дорожка. Но эта машинка, она мягче. Она эти все ямки, канавки, она съедает, хорошо поглощает. Ладно, проеду прямо. Покажу вам бывший военкомат. Там сейчас муниципальная полиция. Ну и заодно я вам показываю туман, какой у нас в городе. Да мне надо было съездить в одно место там, в автомагазин. Хорошую вещь там нашел, вещи для автомобиля. Не, не запчасти. Не, 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 не. Вот, смотрите, я сейчас... Вот он. Это бывший военкомат. Что мне мешает? Мешает крепление мне, да. Ну ладно, ничего. Надо будет переклеить эту присоску немножко в другое место. Так, тишина, да? Сейчас по левому борту буду показывать вам, где раньше был морг. Сейчас его нету, его уже давно снесли. Вот, смотрите, вот в этом месте по левой стороне был морг. Все, его нету. Все разломали. Вот такой у нас туман. Даже уже вон там солнышко видно, что вот собирается, но все равно. Как долго не пробивает туман, вы посмотрите. Ну вот, выехал на Тервитос. Разве все дом, здание-то строится очень долго по правому борту. Не знаю, что тут будет. Либо жилое здание. Вот у нас тут на Тервитос какой туманище до сих пор, а. Сегодня Наталью на работу вез. Вроде туманки включал. Уже время 15 минут подходит уже 11-го. Вот, смотрите. Солнышко хочет пробиваться. Будем делать, конечно, видео продолжать, друзья. Так что не переживайте. Видиков будет очень много, видеороликов. И погода будет, все будет. И зима тут наступает, и праздники. И город с гирляндами, с освещением. Все будем снимать. Вот по левому борту вот наша восьмая почта 3008. Ее ликвидировали. Вон здание. Ну ладно, сейчас я заеду. Я никому не мешаю. Вот она она. Все. Один почтовый ящик только висит. Сейчас я развернусь здесь. Ну тут металлолом принимают. Вот. А эта машина маневренная. У нее разворот намного, намного меньше, чем у Форда. С-Макс. Вот про эту почту я говорю вам. На Тервитес 3008. Ликвидировали. Все. Теперь мы ездим, если что, нам присылают по почте туда, в центр. Вот такие вот у нас дела, друзья. По-моему, в прошлом году ее ликвидировали. Да. В двадцатом году. А, да. К слову пришлось. Сегодня все. У нас локдаун этот кончился. Комендантский час кончился. С сегодняшнего дня все. Хорошо. Теперь будем ходить по магазинам таким с QR-кодом. За исключением продуктовых, аптек, паспорт, QR-код этот. Кто вакцинировался, а кто не вакцинировался, тот будет ходить только по продуктовым, по аптекам. И то не по всем продуктовым. По маленьким. Максима только 1Х доступно будет. А 2Х, а 3Х уже не доступно будет. Кто не вакцинированный. Это по информации, по новостей. Ну вот, все туман тут и стоит. А здесь, возле реки Светы, еще больше туман. Смотрите. Чем ближе к Светы речки подъезжаем, тем плотнее туман. Вот сейчас подъезжаю в топ-магазин к своему месту аварии. Так, сзади машин нету. Вот я здесь сбавил скорость. Включил поворотник. Вот я только начал поворачивать вот здесь вот. И вот здесь, как дал мне только. И он аж меня откинул. Все. Это место теперь мне на всю жизнь запомнилось. Да, здесь больше туман, вы посмотрите. Больше, больше. Потому что здесь он где-то 80-70 метров речка. По правую сторону. Ну, пускай даже 100 метров. От силы 100. Даже не будет на 100. Ну, все, друзья. Не забывайте, кто не подписан на наш канал «Мы живем в Латвии». Подпишитесь, пожалуйста. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями, с родственниками в социальных сетях. Всего вам доброго. До следующих видео.